Здорово быть здесь. Спасибо за то, что вы приехали. Я сначала очень хочу поблагодарить Анне Томкине за то, что она меня пригласила, и Екатерине Бороздине за то, что она все технические вопросы делала и помогла мне, и Асию Воронкову за очень качественный перевод, который я буду сегодня читать. Он длинный, я старалась сократить текст, но, к сожалению, я хотела много сказать и буду много и долго говорить. И потом я жду с нетерпением ваши вопросы, рецензии, идеи и так далее. Это будет часть моей книги, которую я сейчас пишу, и поэтому я действительно буду рада получить от вас замечание или какую-то идею, как улучшить и более подробно, может быть, более точно описывать ситуацию. 19 января 2010 года российская газета опубликовала заявление министра здравоохранения и социального развития Татьяны Галиковой о реализации национальных приоритетов в демографической политике. Она сказала, прежде всего, о рождаемости. В Минздраве созрозвития подсчитали, ее можно увеличить на 20-30% лишь за счет сокращения числа абортов. Под сокращением числа абортов здесь подразумевается ограничение к ним доступа. Указами Минздрав созрозвития 2003, 2007 и 2011 годов был ограничен доступ к аборту во втором триместре беременности, а также были созданы препятствия для осуществления аборта в первом триместре, обязательные периоды ожидания, психологическое консультирование, УЗИ диагностика, прослушивание сердцебиения плода. Также был издан указ, запрещающий рекламу услуг по прерыванию беременности. Не так давно Дума рассматривала законопроект о исключении аборта по собственному желанию из перечня бесплатных медицинских услуг по ОМС. Консерваторы выступают за полный запрет процедуры аборта. Скорее после заявления Галиковой в интернет-журнале «Демоскоп» появилась саркастическая разгромная статья, критикующая идея о том, что сокращение количества абортов – это реальный ресурс для увеличения рождаемости. Нам кажется, было написано, что в Министерстве развития все посчитали совершенно правила, но нисколько запоздало. Вы даже представить себе не можете, как много мы потеряли из-за того, что такие подсчеты не были сделаны 20 лет назад. Подумать только, за 1988 по 2008 годы число абортов в России снизилось на 70%. Если бы вовремя были сделаны соответствующие подсчеты, то примерно настолько же можно было бы запланировать и увеличение рождаемости, но проспали. И, видимо, из-за этого реальный ресурс не был использован. И число рождения не только не выросло на 70%, а, напротив, уменьшилось на 27%. Не зря ликвидировали Министерство здравоохранения, где даже такие простые подсчеты не умели делать. В 1980-е годы число рождения несколько росло, что хорошо, но при этом еще почему-то росло число абортов, что плохо. А в целом, все-таки душа радуется. Хорошо зачинали россияне. Хватало и на рождение, и на аборты. Ну а тут на тебе перестройка, и все полетело в тартарары. Число абортов стало быстро снижаться, а теперь уже это хорошо. Но мир несовершенен. Одновременно стало падать и число рождения, что, конечно, плохо. Не знаем уж, что случилось в ту пору с россиянами, но выходит, что зачинать они стало меньше. По версии некоторых медицинско-философских экспертов, что-то приключилось с их россиян, а не экспертов, сперматизоидами. По другой же версии, они научились, наконец, пользоваться противозачаточными средствами, что еще хуже. Теперь их нельзя прижать запретом аборта. Автор этой статьи на сайте не указан. Это профессор Анатолий Вишневский, ведущий либеральный эксперт страны по демографическим вопросам, директор Института демографии в престижной высшей школе экономики в Москве. Критика Вишневского направлена на ложное предположение, что аборты и рождаемость обратно коррелируют между собой. Его сарказм обусловлен тем, что он и его коллеги боролись с этим заблуждением несколько десятков лет, однако оно до сих пор живет. Почему же эта идея кажется такой убедительной многим российским политикам, журналистам, даже общественности? Моя работа посвящена этой проблемой. Я рассматриваю доводы таких критиков, как Вишневский, против этого ложного убеждения и причиней, по которым так сложно разубедить общество в этой идее. Я думаю, что вера в обратную корреляцию между числом абортов и уровнем рождаемости и то, насколько она прижилась в России, отражает более широкие следствия специфической советской и постсоветской биополитики. Эта биополитика основана на пронатализме и направлена на повышение рождаемости и поддержку семей во благо национальному государству. Вопросы, которыми задается данная работа, каким образом происходил процесс формулирования критики этой советской биополитики, что альтернативные подходы демографов к биополитике говорят нам о том, как они представляют себе меняющиеся формы правления после социализма, каким образом осмысление различий и сходства между советской и постсоветской критикой абортов может объяснить частичное, неполное развитие либеральных форм биополитики в современной России. Я начинаю с того, что даю предварительную характеристику советской биополитике. Она основана на пронатализме, появившемся в сталинскую эпоху и все еще актуальном в современной России. Парадоксальным результатом политики пронатализма было широкое распространение абортов как средство контроля за рождаемостью. Эта тенденция известна как советская культура абортов. Я объясняю, как советская биополитика сформировала эту культуру абортов и выделяю ее несколько ключевых характеристик. Кроме того, как показывает критика Вишневского, давно существуют демографы, которые поставили под вопрос мнимую корреляцию между уровнями абортов и рождаемости. Основной эмпирический материал моего проекта – вектори развития этой критики. Я отслеживаю развитие стратегий, которые демографы используют, когда они рекомендуют заменить аборты использованием противозачаточных средств, начиная с конца 60-х и до наших дней. Идея предупреждения беременности до ее обнаружения изначально соотносилась со социалистическим взглядом на динамику населения. Однако со временем стала противоречить социалистической парадигме и привела к формированию атернативного либерального белополитического подхода. Эти перемены не происходили многомогновенно, так как в жестких пронаталистских рамках советских и постсоветской России намеренное предупреждение беременности всегда было очень спорным вопросом. Некоторые аргументы либеральных демографов получили широкое признание. Однако убедить политиков и общества отвергнуть пронаталистскую биополитику в целом оказалось невероятной сложной задачей по двум главным причинам. В политическом дискурсе пронатализм постоянно ассоциируется с защитой национальных интересов. Общественное же мнение связывает пронатализм скорее с государственной поддержкой семьи, чем с вторжением в приватную сферу и процесс принятия личных решений. Таким образом, можно предположить, что попытки демографов ввести либеральную форму биополитики встречают то же сопротивление, что и другие либеральные взгляды на то, что же является благом для российского общества. Как легитимировать общественную ценность личных интересов, если они повсеместно считаются угрозой интересам страны? Я предлагаю, что демографии пользуются тактикой описания контрацептивов как гарантии здоровья женщин и детей и укрепления семей, то есть гарантии результатов, совместимых с пронаталистскими идеалами, а не противоречащих им. И хотя в ключевые моменты эти демографии также подняли другие виды агрументов, которые отошли от целой переработки советских биополитик, их оправдание либеральной биополитики не включается в крайнее ведение частной сферы на основе индивидуального выбора и самостоятельности. Опасение по поводу здоровья общества требует более широкого социальную оценку и некоторых государственных участия в обществе закаленного либерализма. Советская биополитика пронатализма Фуко определяет биополитику как новую форму и проблематизацию власти, противопоставляя ее суверенной власти, господствовавшей в Западной Европе до XVIII века. Фуко показал, как биополитика изменяет и фрагментирует распределение власти в обществе таким образом, что власть перестает исходить преимущественно от государства. Она рассеивается по всему обществу. Это происходит по большей части благодаря работе экспертов, которые определяют, что значит рациональность, здоровость, эффективность и моральность определенных видов действий. Эти идеалы становятся господствующими ценностями в обществе. Однако, несмотря на то, что либеральная и демократическая идеология говорит о себе как о достигшей некоторой форме свободы от власти, Фуко показывает, что государственные силы не исчезают, а пускают корни на микроуровне в повседневных действиях индивидов. Теперь индивиды дисциплинируют собственные тела и принимают жизненные решения таким образом, чтобы они соответствовали идеалам экспертов и государства, при этом воспринимая себя как свободных в собственном выборе. В СССР был разработан другой вид биополитики. В первую очередь, по той причине, что проект власти, government, был частью социалистического проекта по созданию нового, безклассового общества, новых советских мужчин и женщин. Таким образом, государство становится ощутимой, связаемой силой в повседневной жизни. Например, предлагается, что врачи и другие эксперты должны были поддерживать государственные приоритетные цели. Они, конечно, хотя не всегда это делали, но было такое ожидание от них. В целом, советская биополитика пронатализма включает в себя несколько составляющих. Один. Социалистическая политика, идеологическая подвеска дня, формирующая цели политики населения и правила использования индивидуальных тел, включая сексуальность, только в целях воспроизводства. Человеческая энергия и внимание должны быть направлены на социально значимые задачи, государственная ориентация, определяющая рост населения как ключ к геополитическому превосходству. Второй. Централизованная экономика определяет производство и импорт с точки зрения общественных потребностей, концептуализированных в массовых терминах. К примеру, удовлетворяются потребности в жилье и отопление, однако на рынке недостаточно продуктов интимной гигиены, таких как мыло, дезодорант, туалетная бумага, средства для менструации и женщин, противозачаточные средства высокого качества. Политэкономия поддерживает рождение и воспитание детей при помощи учреждения здравоохранения, детских учреждений и финансовой поддержки семьи. Система государственного здравоохранения, третья, ориентирована на пропаганду деторождения, в том числе предупреждение материнской смертности путем обеспечения женщинам широкого доступа к легальному бесплатному аборту, но также она направлена на поощрение женщин к вынашиванию детей, а не на предупреждение и прерывание беременности. Это не должно быть. Каким образом такая биополитика произвела культуру абортов? Сталин запретил аборты в 1936 году с явной целью поднять уровень рождаемости, ему не удалось достичь своей цели. Несмотря на то, что в 1937 году рождаемость повысилась, она снизилась в последующие годы и продолжала оставаться низкой. Материнская же смертность от криминальных абортов стремительно выросла, и это неудивительно. Когда в 1955 году к власти пришел Хушев, одним из первых законов он снова легализовал аборты. с целью предупреждения материнских смертей и болезней, связанных с некачественными под полным проведением аборта. На первый взгляд, хрущевская политика полностью противоположна сталинскому подходу. Однако Хрущев объявил, что одновременно с этой новой мерой государство намерено предпринимать борьбу с абортами, заключающуюся в том, чтобы убедить женщин сохранить беременность и родить ребенка. Иначе говоря, легализация аборта все-таки сохраняла лояльность важнейшему моменту социалистической идеологии в отношении динамики населения, пронатализму. Максистско-ленинистская мысль противопоставляет себя мальтузианским подходам, согласно которым постоянная бедность делает ограничение рождаемости необходимостью. Советское социалистическое общество, напротив, поддерживает не предотвращение беременности, но рождение детей. Мало какие методы контрацепции производились или импортировались в СССР. Эксперты по здравоохранению также не занимались активной пропагандой сознательного выбора времени беременности использования контрацептивов. Скорее, они осуждали аборт как вредную для женского здоровья процедуру, сильно увеличивающую риск вторичной стерильности и поощряли рожать женщин, которые размышляли о перерывании беременности. В 70-х... Что-то не так. В 70-х годах западные общества переживали контрацептивную революцию, которая сопровождала феминизм второй волны и широко распространение оральных контрацептивов. А среди советских женщин в это время уровень абортов был одним из самых высоких в мире, так как аборт был наиболее доступной и эффективной формой контроля над рождаемостью. Аборт стал рутинным, хоть и прискорбным, рядовым событием в жизни женщин. Культура абортов, адаптация системы государственного здравоохранения и всего общества к применению аборта для контроля за рождаемостью проявляется как раз в понимании аборта как нормальной практики. Она также просматривается в привычках принимать решения о деторождении уже после подтверждения беременности. Внимание государства было сосредоточено скорее на вопросах рождаемости и численности населения, чем на абортах как проблеме как таковой. Советские демографы к концу 60-х годов поняли, что уровень рождаемости в городах не растет, а падает, оставая буквально чуть-чуть выше того уровня, где численность населения сохраняется постоянной. Ввиду огромных потерь в Великой Отечественной войне СССР отчаянно нуждалась в подъеме рождаемости для увеличения численности населения. Хотя разрушительная экономика переворот 90-х годов привели к еще большому спаду рождаемости. После ужасного экономического кризиса 98-го года в течение целого года общая рождаемость невероятно снизилась до 1,16 сотни ребенка на женщину. Одновременно возросла мужская смертность и российские консервативные демографии и политики немедленно начали моральную панику по поводу близящейся национальной катастрофы. Русскому народу, по их словам, буквально грозило вымирание. Без СМИ и политических дебатов бесконечно мелкали идеи о том, как остановить снижение рождаемости. Несмотря на исчезнование ленинской оппозиции неомалтузианству, советская биополитика пронатализма получила новые важные источники поддержки, а именно русскую православную церковь, по религиозным причинам, не принимающих абортий с ее поддержкой традиционных семейных ценностей. В сочетании со стремлением консервативных политиков повысить рождаемость и защищать этногенетическое наследие российской нации. Тревога по поводу демографического спада и необходимости духовного возрождения приводит еще и к тому, что многие эксперты и обиватели начинают принимать активное участие в кампаниях против абортов. Именно эту процедуру они считают главным препятствием на пути к росту рождаемости. Многие стремятся развенчать идею аборта как нормальной части жизни, выступая за использование противозачаточных средств вместо аборта. Однако, все чаще консерваторы и националисты агитируют за усложнение доступа к этой процедуре, прекращение ее государственного финансирования и даже ее криминализацию. В дебатах о трансформации культуры абортов отражается множество более широких вопросов организации общества семьи и частной жизни. Я бы хотела вам показать несколько фотографий, которые из ландшафта России сейчас. Зеленоград в Минске, в Тюмень. Я не видела, если это действительно было где-то, но интернет существует. Это в Словакии, это статуар, но был на русском сайте рассказ. И это еще обращение к Памфиловой. Далее я расскажу о трех ключевых демографических исследованиях, опубликованных в период с 1969 по 2010 годы. По этих работах представлена критика советской культуры абортов, а в последние годы и ее пронаталистского фундамента. Я анализирую два основных направления мыслей в этих текстах. Первый, как в них характеризуется социальный феномен формирования семьи и проблематизируется аборт. И два, как авторы текста представляют себе роль государства и индивидов в процессе разрушения культуры абортов. Эволюция этих аргументов покажет изменения, произошедшие в представлениях демографов о биополитическом управлении и отразить постепенное развитие концепта либеральной биополитики. Первый, это формирование семьи как отношения между государством и женщинами, социалистическая критика абортов. Самое развернутое и важное исследование абортов в Советском Союзе это монография Элизаветы Алихановны Садвокасовой название социально-гигиенические аспекты регулирования размеров семьи. Работа основанная на докторской диссертации, которую Садвокасова защитила в 65-м году, данные, на которых основана работа, уникальные и впечатляющие. Работая в Центральном научном методическом бюро санитарной статистики наркомздрава, Садвокасова имела доступ к так называемым картам аборта, документам о каждом медицинском аборте, а также о процедурах аборта, начатых вне медицинских учреждений и в период, когда аборт был нелегален. Исследовательница также провела опрос среди 26 тысяч женщин, сделавших аборт в эти годы в РСФСР. Наконец, в ее книге представлен обширный сравнительный анализ законов об абортах и контрацепции в Европе и Северной Америке, а также тенденции рождаемости и абортов в этих странах. Она анализирует эти данные с целью продемонстрировать, что низкий уровень абортов и распространение противозачаточных средств приводят к снижению смертности, но не влияют негативно на рождаемость. Садвокасова считает аборты проблемой, так как они опасны для женского здоровья, приводят к вторичному бесплодию и снижают рождаемость. Она описывает аборты как проблему государства, общества и отдельных женщин и связывает сокращение числа абортов напрямую с необходимой целью повышения рождаемости. Садвокасова напрямую выступает за контрацептивой как средство предупреждения болезней и сохранения женского здоровья и постоянно утверждает, что применение противозачаточных средств не приводит к спаду рождаемости. Садвокасова обосновывает свою точку зрения в рамках пронаталистской идеологии. Она неоднократно повторяет, что уменьшение количества абортов может стать настоящим ресурсом для увеличения рождаемости. Она также с энтузиазмом поддерживает социалистическую идеологию. Кроме того, ее приверженность в социальной гигиене как дисциплине привели ее к исследованию социальных причин абортов, то есть проблемных социальных обстоятельств, создающих необходимость и желание ограничения рождаемости. Садвокасова помешает вопрос аборта в рамки государственной проблемы подъема рождаемости. Таким образом, она подразумевает, что создание семьи это результат отношения между государством и женщинами. Это становится очевидным, когда она исследует вопрос о том, почему люди ограничивают дети рождения. С точки зрения социалистической демографической теории, контрол за деторождением не является естественным процессом, но есть следствие капиталистической экономической политики и материальных лишений. Предполагается, что неблагоприятные условия, в которых находится советское общество, постепенно улучшатся, и поэтому в социалистическом обществе неприемлемо ограничение деторождения как универсальный процесс. Садвокасова принимает эту идеологию, она анализирует конкретные данные о том, почему женщины, обратившиеся за абортом в московские больницы, хотели делать аборт. В результате она делает вывод, что решение ограничить деторождение связано с двумя главными проблемами. Это неблагоприятные материальные условия, в которых живут женщины, и трудности, с которыми сталкиваются социальные активные, как работники, стоящие коммунизм, женщины, совмещая репродуктивный и производительный труд. Она заявляет, что первая проблема материальная нужда подается к корректировке со стороны государства и является ресурсом для повышения рождаемости. Интересно, что вторую причину Садвокасова рассматривает в позитивном ключе ограничение деторождения результат советских достижений в создании новой равной социально активной женщины. Кроме этих причин ограничения деторождения в своей книге исследовательница значительное внимание уделяет тому, как государственная политика и инвестиции в улучшение социальных условий могут справиться и с другими социальными причинами абортов. Садвокасова также проводит сравнительный анализ законодательства в стратегических подходах к абортам, контрацепции и их влиянию на рождаемость. Ее анализ указывает на обратную корреляцию между числом абортов и применением противозачаточных средств, в то время как такая корреляция не обязательно наблюдается между числом абортов и уровнем рождаемости. Однако Садвокасовой не достает точных данных чтобы доказать свою гипотезу. В западных обществах аборт был в основном нелегальной практикой в это время и доступ к точным данным был затруднен. В социалистических же обществах существовал дефицит противозачаточных средств. Садвокасова утверждает важность доступа к легальному аборту. Однако как мы видели ранее ее выступление в защиту контрацепции остается привязанным к идеологии повышения рождаемости. Оно не просто развенчивает миф о том что количество абортов обратно пропорционально рождаемости. Это ощутимо прослеживается в заключении книги где Садвокасова утверждает для повышения уровня рождаемости необходимо создать такие условия при которых родители хотели бы иметь не одного а два три детей то есть столько сколько необходимо для нормального воспроизводства населения. В случае нежелания иметь ребенка женщины и мужчины должны обладать необходимыми знаниями и средствами для предупреждения беременности. Если же нежелаемая беременность все же наступила следует сохранить за женщиной право привыкнуть к искусственному аборту. Это прямое утверждение перекладывает на государство ответственность за поощрение деторождения и защиту женского здоровья и одновременно гарантирует женщинам автономию в репродуктивной жизни. Садвокасова воспринимает создание семьи как процесс который определяется решениями женщин а это решение в свою очередь формируется под влиянием объективных материальных условий. Над улучшением этих условий может и должно работать государство. Так появилось появились бы условия в которых женщины могли бы безопасным образом контролировать деторождение и в конце концов реализовывать свои и государственные репродуктивные задачи. Исследование садвокасовой не получило широкой поддержки политического сообщества в 70-80-х годах. Динамика абортов и контрацепции оставалась без внимания в той причине что демографии и политиков в основном были обозабочены вопросом почему женщины не рожают больше количества детей и дискутировали о том какие политические меры можно и нужно предпринять для поднятия рождаемости. Оптимизация регулирования рождаемости формирования семьи как приватный планируемый процесс пары. Дальнейшее развитие демографической критики культуры абортов идет в сторону постепенной концептуализации приватной сферы свободной от государственного вмешательства. В этом разделе я проанализирую два текста статью Андрея Попова регулирование рождения в современных семьях вышедшую в 1986 году и статью Сергея Захарова и Виктория Сакевич особенности планирования семьи и рождаемость в России контрацептивной революции совершившийся факт 2007 года между этими публикациями прошел 21 год. Оба текста выражают уверенность в том, что контрацептивы это наиболее эффективное, безопасное и рациональное средство контроля за рождаемостью. Ни та, ни другая статья не рассматривает необходимость повышения рождаемости как ключевую задачу, хотя попов и замечает однажды, что снижение количества абортов будет способствовать повышению рождаемости. Оба текста рассматривают в деталях методы контрацепции и подчеркивают необходимость изучения контрацептивного поведения, чтобы продвигать его в качестве альтернативного рутинному аборту средства контроля за рождаемостью. Разительно отличаются социоэкономические условия, в которых были написаны эти два текста. Попов писал в то время, когда экономика по-прежнему была в основном централизована. Это не оставляло ему иного выбора, кроме как агитировать за то, что государство увеличило промышленное производство противозачаточных средств и информации о них для удовлетворения общественного спроса. Захара Високевич пишет в условиях полной маркетизации российского общества. Субъект их исследования имел доступ почти к полному спектру методов контрацепции в любом месте и используются ими чаще, чем когда-либо до этого в истории России. В то же время и аборты и контрацептивы подвержены сильной политизации со стороны консервативной политической коалиции и православной церкви. Попов использует данные репрезентивного опроса об абортах и контрацепции. Опрос был проведен в 1981-1982 годах среди 2300 жительниц Москвы. Исследователь утверждает, что наличие аборт в анамнезе рассматривается как существенной фактор риска для здоровья. Важное концептуальное нововведение Попова определение формирования семьи как планируемого парой процесса, где репродуктивные решения принимаются на основании того, сколько детей хочет иметь пара. Не используя термина «приватный», Попов описывает сознание семьи как внутреннее решение пари, основанное на норме малодетности. И он критикует государство за то, что оно не делает оптимальные противозаточные средства доступными для планирования этих семей. Он утверждает, что роль государства должна заключаться в обеспечении адекватного предложения противозаточных средств и информации об их применении, чтобы пари могли благополучно воспользоваться нормальной человеческой практики контрацепции. Оптимизацию регулирования рождаемости он определяет следующим образом. Под оптимального метода или средства контрацепции подразумевается его соответствие как минимум следующим критериям. Быть высокоэффективным, безопасным для здоровья партнеров, доступным и максимально приемлемым в психосексуальном отношении. Последние качества метода или средства контрацепции с большой степени обеспечиваются простотой и удобством его применения. Садвукасова, первый автор, выступает за контрацепцию, однако она не затрагивает вопрос влияния контрацепции на сексуальность и не высказывается по тому поводу, что государство не справляется с обеспечением достаточного количества контрацептивов. Здесь подход Попова выглядит новоторским. В его работе была концептуализирована либеральная ориентация на личное удовольствие и признана несостоятельность централизованной экономики. Исследование Попова по большой части статистически документирует массовость применения аборта, а также широко распространение попойски предупреждения беременности при помощи неэффективных средств контрацепции. Попов выяснил, что женщины испытывают значительное разочарование в противозачаточных средствах, так как пользуются неэффективными и неудобными методами контрацепции. В результате это привело их к отвержению идеи контрацепции как таковой, ведь аборт казалось в любом случае неизбежным. В связи с этим Попов описывает аборт как вынужденный выбор вследствие необходимостей. По его словам, с нашей точки зрения характер сформировавшийся структуре контрацепции отнюдь не является результатом действительно свободного и осознанного выбора метода или средства контрацепции. В гораздо большей степени вероятно, что в условиях низкой информированности и недостаточности снабжения населения контрацептивами промышленного производства это меры вынужденного характера. Он призывает государство предоставить современные эффективные противозачаточные средства для предотвращения абортов и защиты женского здоровья. Особенную важность для развивающейся либеральной биополитики представляют два утверждения Попова. Во-первых, он вкратце замечает, что по его словам, здесь как нигде необходимый дифференцированный подход к рекомендациям, учитывающий прежде всего характер установки на контрацепцию психологические черти личностной каждой женщины. Во-вторых, он выходит за рамки контекста формирования семьи, признавая, что беременность это результат сексуальной активности, которая не обязательно происходит в семейном контексте. Контрол за рождаемостью это не только вопрос формирования семьи, показывает Попов, что также и аспект сексуальной жизни женщин, и этот аспект может находиться в стороне от их репродуктивной и семейной жизни. Таким образом, для женщин контрацепция является необходимым средством безопасного и эффективного контроля репродуктивных возможностей. сейчас мы смеемся, но в 86-го года это очень значимое заявление было. Признание распространенности и легитимности нерепродуктивного секса и важности сексуального удовольствия было радикальным шагом в то время, по крайней мере, в демографическом науке. Я рискну предположить, что нынешние эксперты по здравоохранению с еще меньшей вероятностью признали бы сей факт открыто. Может быть, я не права, я надеюсь, что нет, но это может быть вопрос для исследования. Более того, Попов вводит еще одну инновацию. Он объясняет понятие случайной, незапланированной беременности. Это совершенно новые понятия для контекста, где решения о деторождении обычно принимаются уже после подтверждения беременности, то есть, где очень мало беременностей являются запланированными. Объяснение Попова, почему случайные беременности это проблема, выводит на передний план важную идею относительно новую в советском контексте. Основная цель личное благополучие, а когда оно находится под угрозой, это идет во вред всему обществу. По его словам, проблема случайных, незапланированных беременностей важна не сама по себе, а в силу того, что в условиях полной реализации репродуктивных планов семьи они неизбежно разрешаются искусственным абортом. В условиях полностью или частично нереализованных репродуктивных планов семьи случайные беременности могут разрешаться не только абортом, но и рождением нежелательного в данный момент ребенка, что также нельзя признать благоприятным ни для личности, ни для общества репродуктивным исходом. В противоположность Попову пронациалисты в 90-х и в 2000-х годах были заняты изобретением новых мер по повышению рождаемости, включая следующий убеждать женщин сохранять нежелательные беременности, сводя их с бесплодными мужчинами, которые хотят детей, разрешать женщинам временно оставлять ребенка в детдоме с возможностью забрать ребенка до достижения им 10-летнего возраста, не лишаясь при этом родительских прав и подобную социальную инженерию. Рол государства Попову предоставление женщинам и парам возможности принимать собственные рациональные эффективные и безопасные решения в процессе формирования семей. Попов не беспокоится о проблеме активной пропаганды детрождения, однако он стремится легитимировать идею личного благополучия женщин и детей в автономии пар. Он подразумевает важность в приватной сфере. В третьем тексте, который я кратко рассмотрю, контрацепция также описывается как наиболее оптимальное и эффективное средство приватного планирования семьи. В 2007 году Захар Високевич получил в распоряжении данные недавно проведенного опроса в рамках международного сравнительного исследования, которое называется «Родители и дети мужчины и женщины в семье и обществе». Репрезентативную выборку составили 11 тысяч респондентов из Российской Федерации. Исследования Захарова Исакевич документируют значительные изменения все большие женщины особенно молодых для контроля за рождаемостью используют противозачаточные средства а не аборт. Уровень абортов все еще сравнительно высок по отношению к странам Запада, однако было обнаружено следующее. Это по их словам. Более низкими показателями абортов выделяются респондентки с высшим образованием, применяющие только современные методы контрацепции, с более прочным брачно-партнерским статусом, то есть проживающие совместно с партнером в зарегистрированном браке по сравнению со состоящими в неформальном союзе, жители Москвы и Санкт-Петербурга обращают на себя внимание тот факт, что среди женщин, использующих современные более эффективные методы планирования семьи не только ниже уровень абортов, но и выше уровень рождаемостей, чем среди женщин, использующих малоэффективные традиционные методы или не применяющих контрацептивы вообще. Вот это те самые точные данные, которых не хватало с адвокатовой. Применение контрацептивов действительно приводит к сокращению количества абортов и повышению уровня рождаемости. дали авторы выясняют планировали ли беременные на момент исследования респондентки эту свою беременность или нет. Анализ показал следующий. В целом 58% текущих беременностей были охарактеризованы опрощенными как желание и случившееся вовремя. 23% как желание но не свое время раньше или позже. И 19% как нежелание. Таким образом 42% беременностей можно охарактеризовать как незапланирование. Мы видим, что исследование Захарова и Сакевич уходит в сторону от фокуса на государстве как создателе условий для планирования семьи. Оно сосредоточивается на индивидах и парах как единственных субъектах ответственных за эту задачу. Исследователи отмечают, что этика абортов в России спорный вопрос и анализируют общественное мнение по поводу законодательных ограничений процедуры аборта. Их выводы и комментарии выводят на переданный план новый контекст индивидуальной ответственности, в рамках которого рассматривается процесс создания семьи и проблематизируются аборты. Авторы утверждают следующее. Значительная часть населения не одобряет аборт, что в целом можно оценить как благоприятный фактор. Другой вопрос, готовы ли эти респонденты на практике стать ответственными родителями, то есть добиться того, чтобы беременности были желанными, чтобы дети рожались, рождались в оптимальные два паре сроки. Уровень распространенности абортов в России говорит о том, что многие пока к этому не готовы. Авторы делегируют всю репродуктивную ответственность индивидам. Они обходят стороной тот факт, что культурная и институциональная динамика все же может играть роль и приводит к тому, что некоторые люди не предотвращают нежелательную беременность, однако они не отрицают роль государства полностью, признавая, что сейчас активно лоббируются запреты на аборт, они указывают на четко определенную роль законодательных органов и негосударственных организаций в создании условий для здоровых изменений. Чтобы наглядно показать результаты полезного и вредного государственного вмешательства, они приводят примеры из советской истории. Они говорят, известно, что запрет аборта в СССР в 1936 году не повысил рождаемость, как надеялось власти, но резко обострил криминогенную обстановку в стране, ухудшил все показатели здоровья матери и ребенка. Более чем двукратно взросло число убийств, убийства грудных детей в два раза возросла общая материнская смертность, среди которой смертность от аборта достигла более 70%. Снятие запрета на аборте в середине 50-х годов также не привело к изменению рожаемости, но самым благотворным образом сказалось на уровне смертности женщин и детей в репродуктивном здоровье женщин. На наш взгляд, официальные представители Министерства здравоохранения и социального развития, неправительственные организации и широкие слои медицинской общественности, ответственно подходящие к вопросу о медико-социальном благополучии народа, должны усилить разъяснительную работу о тяжелых негативных последствиях, сопровождающих ограничение права на аборт и одновременно о неотъемлемой роли о сокращении распространенности аборта служб планирования семей, доступность современных средств контрацепции и информированности о них. В общественном сознании абортная практика как результат индивидуального и семейного выбора и законодательства веное право на аборт должны быть более четко разделены. Основной путь снижения числа абортов развитие службы планирования семьи и системы сексуального образования. В целом Захара Високевич во многом согласен с Поповым на счет противозачаточных средств. Однако они делают два важных шага в сторону либерального подхода к формированию семьи и абортов. Во-первых, они признают за индивидами гораздо больше ответственности за предупреждение беременности, чем другие исследователи до них. Они предполагают, что существование противозачаточных средств означает их доступность на практике, не только по теории, и это тоже исследовательский вопрос. Во-вторых, они полагают, что роль государства скорее заключается в сотрудничестве с НГО в образовательных и просветительских целях, чем просто в обеспечении людей контрацептивными технологиями или экономической поддержкой. сейчас я иду к заключению. Заключение. Хочу вернуться к моему большому исследовательскому вопросу. Каким образом осмысление различий и сходства между советской и постсоветской критикой абортов может объяснить частичное неполное развитие либеральных форм биополитики в современной России? В данной работе обозначены три ключевых составляющих советской биополитики и то, как они изменились после 1991 года. Первое. Социалистическая идеология, касающаяся секса, использования тела и формирования семей в основном дискредитирована, однако тело все еще используется в социально значимых целых. Второе. Централизованная экономика, основанная на государственном определении социальных нужд, упразднена в основном, но не полностью. На рынке, конечно, есть потребительские товары, в том числе противозачаточные средства. Упразднение ключевых элементов социалистического государства, всеобщего благосостояния, приводят к тому, что деторождение становится экономическими трудными. Однако, государственная поддержка семей – это область, где население поддерживает преемственность, государство сохраняет эту советскую ценность и предоставляет семьям материальному поддержку, например, материнский капитал. Третье, система общественного здравоохранения ориентирована на пропаганду деторождения, в том числе заботится о предупреждении материнской смертности, обеспечивая широкий доступ к легальному бесплатному аборту для женщин. Однако, эта система также направлена на поощрение женщин к вынашиванию детей, а не предотвращение и прерывание беременности. Частично это претерпевает трансформацию, так как контрацепция сейчас широко распространена. Однако, агитация против абортов продолжается. В поликлинике перед абортом необходимо пройти консультацию психолога. Также, буетует представление о том, что предупреждение нежелательной беременности это ответственность самой женщине, а обращение за абортом знак ее отсталости. Это, конечно, было уже опубликовано и описано здравомыслово и Тёмкино и другие. Далее, я проанализировала, как развивающаяся критика культуры абортов связана с советской биополитикой. Я рассматривала два аспекта демографической критики к культуре абортов. Представление этих ученых о социальных феноменах аборта и формировании семьи и их представление о государстве и его отношении к индивидам. Моей задачей было показать, как эти демографы относятся к совету биополитики и как они постепенно приходят к либеральной альтернативе. Садвокасова поддерживает социалистическую диалогию, особенно представление о том, что государство должно предпринимать шаги к созданию условий для деторождения. Она идентифицирует материальные условия, которые приводят к абортов и настоятельно рекомендует изменить те из них, которые подаются изменениям. Она старается объяснить, что логика прямой связи между абортами и рождением детей ошибочна. Она доказывает, что применение противозачаточных средств не конфликтует с социалистической идеологией использования тела в социально значимых телах и не противоречит важности создания семьи. Однако, она не обращается прямо к вопросу секса в нерепродуктивных целях и не критикует плановую экономику за отсутствие у населения доступа к контрацептивам. Попов критикует плановую экономику за недостаточное обеспечение населения противозачаточными средствами. Он критикует социалистическую идеологию за недостаточное информированное о способах предупреждения беременности. Он предлагает атернативный взгляд на секс как активность, направленную на получение удовольствия, а не на воспроизводство. Он не сомневается в том, что снижение количества абортов приведет к росту рождаемости. Его критика к культуре абортов сосредоточена вокруг чистой необходимости предотвратить вторичное бесплодие, к которому может привести аборт, лишив женщину возможности родить. Работа Попова появляется незадолго до крушения Советского Союза. Он осмысливает государство как агента ответственного за обеспечение противозачаточными средствами и информации о них и призывает плановников к этим действиям. Попов без оговорочно признает, что существует сфера домашней приватности независимая от государства и она нормальна, однако он не распространяется об этом особо. Третий текст Захарова Исакевич написан в контексте полностью развитой рыночной экономики, где контрацептивы широко распространены, а к аборту доверие утрачивается. Российские показатели абортов падают неизменно и с большой скоростью, однако по сравнению с другими развитиями странами аборты в России все еще очень распространены. В отличие от советских авторов, рассмотренных нами ранее, Захара Висакевич видит, что государство играет весьма незначительную роль во влиянии на культуру абортов, разве что работает с НГО по вопросам просвещения населения. В рамках либерального подхода авторы утверждают, что вопросами деторождения и формирования семьи должны заниматься сами индивиды и пары. Это их личная ответственность. Захара Висакевич более подробно описывает приватную сферу, заявляя, что рождаемость контролируется изнутри парой. Оставаясь временными верными научной точки зрения, они представляют это как социальный факт, они как одобряемое ими нормативное положение вещей. Нежеланию авторов придать нормативный характер приватной сферы, противоречить их же комментарии, что рост негативного отношения населения к абортам это позитивное событие. Это подразумевает, что личные взгляды и поведение в самом деле являются предметом общественной оценки. В целом, эволюция критики советской культуры абортов отражает постепенное развитие либерального взгляда демографов на биополитическое управление. Эта критика также выявляет двоякое отношение к либеральному образу, полностью изолированной от государственного вмешательства в приватной сфере, характерное даже для приверженцев либерального подхода. Захаров и Сакевич оставляют государству реальную, хоть и небольшую роль в сокращении числа абортов. Они нормативно оценивают этот сдвиг как позитивный. Они признают, что доступ к условиям, обеспечивающим хорошее здоровье, не вопрос личной автономии, но проблема, требующая содействия государства и общества, а также присутствия некоторых общественных ценностей и суждений. Такой взгляд широко распространен в обществе. Злость многих людей по поводу сокращения в 90-х годах государственной поддержки семьи в сочетании с заинтересованностью государства в подъеме рождаемости привела к тому, что локальное и федеральное правительство усилило финансовую поддержку детрождения, а также предложило законопроект против абортов. Общественное требование государственной экономической поддержки и неполная легитимизация изолированной от государства приватной сферы сделали идеологически убедительным акти государственного вмешательства в процессе формирования семьи и принятия решения о рождении ребенка. Утверждение Вишневского о том, что Минздрав недостаточно хорошо разбирается в динамике населения, по-моему, поэтому лишь часть общей картины я бы сказала, что министерство также пытается сообщить, что она заботится о семьях и делает что-то для повышения рождаемости. Галикова не говорила напрямую, ограничив аборты, мы поможем семьям и обществу. Она сказала, снизив число абортов, мы можем поднять рождаемость. Ее утверждение, как и многие другие примеры вмешательства государства в частную жизнь, часто ассоциируется с идеей поддержки семьи, однако оно не воспринимается как запрет на автономию и вторжение в приватную сферу. Спасибо большое за внимание. слушайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин